Ребята, урок 140. Купюра. Бумажный денежный знак. Купюра. Это банкнота. Бумажный денежный знак. Используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи. Оно происходит от французского слова «резать». Давайте мы с вами рассмотрим купюры на рисунках. Какие из них вам знакомы, какие незнакомы? Давайте посмотрим, ребятки. 200 тенге, 500, 1000, 2000 и 5000. Ну, конечно, они все вам знакомы. Вы их всегда встречаете в обыденной жизни. Следующее задание. Второе. Вам нужно посмотреть, как разменяли купюры в 2000, в 5000 тенге. Как можно разменять их на более мелкие купюры? Первое. Смотрите внимательно. 2000 разменяли по 1000 тенге. Их можно еще как разменять? На более мелкие можно взять их по 500. Да, ребята? По 500. 1000 это у нас составляет 2 кубы и купюры. Значит, по 500 здесь тоже. То есть, получается, 4 уже. 5000. Разменяли на 2000, 2000. А если мы их разменяем на более мелкие, то, получается, у нас мы берем по 1000 тенге 5 раз. Дальше работаем, ребята. Задание номер третье. Какими купюрами можно набрать указанные суммы? Выполни задание. 9000 тенге. Какими можно набрать купюрами? Можно набрать 5, 2 и 2. В сумме получается у нас, ребята, 9. Или даже можно по-другому взять. Да, ребятки? Дальше. Следующие 6000 тенге. Подбираем более крупные. 5000 и 1000. В сумме получается у нас 6. Дальше, ребята, вы сами разберете остальные задания. Остальные пункты. Задание номер 4. Вашему вниманию предоставляется задача. Слушаем внимательно условия задачи. На экскурсию на теплоходе по реке Ертес. Хотят отправиться 9 туристов. Они купили 3 билета для взрослых по 1000 тенге и 6 билетов для детей по 500 тенге. Сколько всего денег они потратили на билеты. В данном случае составлено выражение. Здесь нужно вам догадаться, какие знаки действия пропущены. Какие знаки мы должны здесь поставить? В первое действие задачи мы находим, сколько стоит 3 взрослых билета. Здесь у нас, ребятки, один нолик спрятался. Здесь 1000 у вас должно быть. То есть, получается, если один взрослый билет стоит 1000, то сколько стоят 3 таких взрослых билета? Какой знак мы здесь применяем? Подумали хорошенько? Правильно. Умножение. Находим стоимость трех взрослых. Дальше. Следующее. Находим, сколько стоит 6 детских билетов. Какой знак мы здесь применяем? Правильно. Умножение. И третье действие, что мы делаем? Чтобы найти всего, складываем. Задача в три действия. Решаете, находите ответ. И обязательно напишите пояснение, что вы нашли. Следующая задача. На экскурсию на теплоходе по реке Ертес утром отправились 50 туристов. Утром 50. Записываете кратко. В обед сколько у нас известно? Правильно. Известно. 120. Вечером в три раза больше, чем в обед. И вопрос задачи. Насколько больше туристов отправилось на экскурсию вечером, чем в обед? Идет уже на сравнение. На кратное сравнение. Решаете задачу. Можете составить выражение. Можете по действиям. И обязательно пишите ответ. Следующее задание. Пятое. Вы должны составить задачи по выражениям и рисунку. В данном случае вам дается рисунок, который дается у вас в учебнике. Давайте мы здесь наглядно посмотрим, что вам нужно выполнить. Вы должны по выражениям, которые даются у вас в учебнике, и по рисунку составить задачи и решить ее. Вашему вниманию я привела одну задачу. Слушай внимательно. У вас в кармане тысячи тенге. Вы купили за 330 тенге ведро и потратили 400 тенге на корм. Мне кажется, это корм. Не знаю. Вы посмотрите. В данном случае я написала корм. Сколько тенге осталось? Теперь, ребятки, посмотрите, какое выражение я применила. Вам дается 4 выражения. Вы можете только одну взять и составить одну задачу и решить ее. И все. Все выражения можно не брать. Только одну. Ну-ка, пожалуйста, подумайте хорошенько. Правильно. Четвертое выражение. Первое действие задачи. Я нахожу, сколько он потратил. То есть на стоимость ведра и на стоимость корма. А дальше вы находите, сколько тенге у него осталось. Понятно задачи, да? Так, дальше. Следующее задание. Шестое. У Алии Тимура есть по 5000 тенге. Что каждый из них может купить на данную сумму из предлагаемых товаров? Отметьте верные ответы. То есть вы должны подобрать правильные ответы здесь. Правильные ответы должны подобрать и записать свой вариант. То есть правильные ответы должны записать. Например, Алия может купить себе, например, может купить себе шляпу, может купить себе футболку. Тимур, значит, у него тоже 5000 тенге, он может купить себе, например, мяч, может купить себе футболку, тоже может все потратить. Ну, можно даже сделать так, чтобы у них оставалась даже сдача. То есть здесь вы это задание можете выполнить устно, можете даже записать в тетрадь, чтобы хорошо закрепить нашу тему. И седьмое задание устно. Находите значение выражений, и вы узнаете протяженность этих рек по территории Казахстана. Располагайте выражение в порядке убывания, то есть от большего до меньшего. И исследовательская работа, ребята, у нас девятая. Вашему вниманию дается задача на логическое мышление. Три друга путешественника Айдос, Марат и Олжас хотят переплыть реку на лодке, который может перевезти на более, не более 100 килограмм. Известно, что вес Айдоса 54 килограмм. Каким способом друзья могут переправиться через реку? Давайте теперь подумаем. Значит, ну естественно, в лодку сядет сперва Айдос и Олжас. Потому что в сумме у них получается 100. А лодка может перевезти груз, значит, не более 100 килограмм. То есть они сперва переходят на следующий берег. Потом один из них остается, например. Ну, естественно, остается... Кто у нас, ребятки? Айдос остается, да? Дальше. И дальше вы начинаете уже. Как они все могут, значит, переплыть реку на лодке. И каким способом. После того, как вы выполните это задание, вы можете проверить. Вот смотрите. Сначала едут Айдос и Олжас. Как я вам уже говорила. Затем Айдос возвращается обратно. Марат едет один. Потому что Марат весит 70, Айдос 54. Лодка просто не выдержит. С того берега обратно переправляется Олжас вместе с Айдосом. И они снова едут на тот берег. Так решается у нас задача. И домашнее задание у вас, ребята. На доме я вам даю восьмое задание. Очень легкое. Решение уравнений. Всем спасибо за внимание. Молодцы.